Праздник кончился. Начались серые будни, готовившие Нелли Адольфовне свои сюрпризы. Устала опустилась она в кресло возле стола и вдруг заметила русскую Библию, принесенную ей очевидно Андреем Николаевичем и положенную сюда Ниной Сергеевной. Эта маленькая Библия в скромном черном переплете с золотой надписью на обложке «Библия» заставила крепко забиться ее больное сердце. Она раскрыла ее и на первой белой страничке прочитала «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль» Псалом 118. На память дорогой сестре Нелли Адольфовне от брата во Христе А.Н. Добровольского. Мысленно поблагодарив Господа за его милость, любовь, за встречу с дорогой семьей, она открыла в Новом Завете первую главу Евангелия от Иоанна. Она начала читать главу за главой, страницу за страницей, забыв все свои переживания, тревоги, все окружающее. Много глав перечитала она и первосвященническую молитву Иисуса Христа, и как он был взятки в Симанском саду. Она всем сердцем переживала эту трагедию, и когда она дошла до того места, когда нечистая рука первосвященнического раба нанесла удар по святой ланите Сына Божьего, этот удар острой болью отразился в ее сердце, и она тихо вскрикнула. «Что с тобой, Нелли? Опомнись, ты не совсем здорова», – холодным тоном заговорил с нею незаметно вошедший муж. «Кого ударил? Кто ударил? Ты, кажется, начинаешь уже галлюцинировать», – насмешливо сказал он. Нелли пришла в себя. Ей стало неприятно и стыдно, что муж явился свидетелем ее переживаний. Его тон подействовал на нее ударом бича, и она замкнулась в себе. «Что такое с тобой?» – снова спросил он, беря в руки Библии. Нелли неожиданно для себя выхватила из рук любимую книгу и тотчас тихо положила на стол. Краска залила ее лицо, ноги дрожали, она села. Муж молча следил за ней, и злая улыбка появилась на его лице. Нелли не сводила с него своих глаз. «Я бы хотел знать, Нелли, долго ли еще будет продолжаться эта игра? Ты становишься совсем ненормальной. Ты ставишь в постыдное положение не только себя, но и меня, и мой дом. Еще несколько дней, и мы будем басней города. Мое положение, мое дело может пострадать от этого. Неужели тебе не стыдно хотя бы перед прислугой, несомненно, уже вынесший над нами приговор? А глазка не замедлит. Я настойчиво прошу тебя прекратить этот позор». Беспощадно, сурово, без всякой деликатности произнес он эту длинную речь. Нелли казалось, что губы ее склеены чем-то. Ей так не хотелось говорить и что-нибудь возражать этому человеку, ставшему ей вдруг чужим и далеким. Сердце ее продолжало биться с болью, затрудняя дыхание. Она принудила себя заговорить и спросила. «О каком стыде и позоре ты говоришь? Я не понимаю тебя, Гонор». «Ты не понимаешь? Это удивительно. Я предлагаю тебе сделать выбор. Или ты прекратишь посещать сектантские собрания и разыгрывать кликушу? Перестанешь принимать в доме сектантом и устраивать спектакли вроде сегодняшнего? Или…» Он остановился. «Или…» – тихо переспросила Нелли. «Я надеюсь, Нелли, ты будешь благоразумной», – вдруг понизил он голос. «И примешь мое условие». «А если нет?» – также тихо спросила она. «Тогда мы должны расстаться», – побелев, отрезал он. Нелли встала. Ей сделалось дурно. Сердце тревожно забилось, ноги едва держали ее, но она старалась не выдать своего волнения. «Что делать, Гонор? Я не могу быть благоразумной и принять твои условия. Если ты так легко и безжалостно просишь вычеркнуть 15 лет нашей совместной жизни только потому, что я нашла своего Спасителя и услышала его призыв, то пусть будет по-твоему. Я люблю тебя по-прежнему, ты дорог мне. И мне больно покинуть этот дом, где пережито много радости и горя. Мой Спаситель призывает отвергнуть все, что становится между мной и им. И я иду за ним. Подумай, Нелли, тебе не жаль моей жизни, нашей жизни? Что сказали бы Лео или Лиан, если бы они могли видеть нас, слышать? Что скажет Свет? «Ах, Свет, Гонор! Я умерла для Света, и он для меня уже год назад. А Лео или Лиан, они видят меня, и совесть моя чиста перед ними и перед тобой, Гонор. Пусть будет так, как ты сказал. Я уйду». «Это все, что ты можешь сказать мне, Нелли?» «Да, Гонор, все. Я устала. Прости меня. Я хочу лечь». Он встал. «Так иди, ложись». «Я лягу здесь, Гонор, прости», чуть слышно сказала она и села у стола. Он стоял молча, слов не было. Ему до боли, до страдания было жаль свою жену. Но гордость была больше любви. «Доброй ночи!» Тихо и подавленно сказал он и медленным шагом пошел к двери, ожидая, что Нелли остановит его. Но у нее не было сил ответить на пожелание. Едва закрылась за ним дверь, как она подбежала к ней и повернула ключ в замке. Вслед за тем упала на колени, и тяжелые глухие рыдания вырвались из ее груди. Она плакала долго, и только одно слово срывалось с ее уст. «Иисус! Иисус!» Наконец она совсем обессилела. «Одна в целом мире!» — шептала Нелли. «Ты взял от меня детей! Ты взял мужа, о Иисус! Больно мне! Больно!» «Твори волю свою! Ты хочешь, чтоб у меня ничего не осталось, никого не было, кроме тебя!» «Да будет воля твоя! Сердце рвется к нему, он там, за дверями! Больно мне! От тебя не скрыться! Он хочет, чтобы я оставила тебя! Но это же невозможно! О, помоги мне, мой Спаситель! Прости горе и тоску рвущегося сердца! Это последняя дань земному! О, Спаситель! Спаси его, дорогого и бедного! Возьми меня всю, как есть, душ, дух и тело!» Она затихла. С трудом поднялась с пола, истомленная, больная, и, как была одета, легла на диван головой на ту подушку, которую так заботливо положил ей вчера муж. «Последний раз! Последний раз!» Пронеслось в ее мозгу и больно отдалось в сердце. Но она не хотела больше думать, страдать. Она заснула. Ее разбудил тихий бой карманных часов, пробивших семь раз. Она проспала много часов в одежде и проснулась, отдохнувшая от вчерашних потрясений. Она быстро встала, отомкнула дверь и тихо вошла в ванную. Совершив туалет и переодевшись, она вернулась к себе и закрыла дверь на ключ. Помолившись, прочла 18 главу Иоанна. Сегодня ей предстоял тяжелый день. Она позвонила Эмме и попросила принести горячего молока и сухарей. Когда это было исполнено, она, садясь за стол, сказала ей, «Вот что, Эмма, я сегодня уезжаю. Я прошу помочь мне уложить мои вещи, а после доставить их мне, куда я укажу. Я, конечно, буду вам благодарна». Эмма смотрела на нее растеряно, широко открытыми глазами, и вдруг из глаз покатились крупные слезы. Нелли встала, подошла к ней, обняла и сказала, «Не удивляйтесь, Эмма, и не плачьте. Так нужно. Вы поможете мне?» «О, да, барыня!» Едва смогла промолвить Эмма, целуя руку доброй Нелли, и убежала. Минуту спустя в комнату вошла мать. «Что это значит, Нелли?» Эмма сказала, что ты уезжаешь. «Куда? Зачем?» – тревожно спросила старушка. Нелли усадила мать на диван и, опустившись перед ней, целуя руки, сказала, «Куда? Еще пока не знаю. Зачем? Так хочет Господь. Вы, дорогая мама, спросите об этом Гуннера. Но это абсурд! Это ты придумала?» «Это придумал Гуннер, так как его условия для меня невыполнимы. Не будем больше говорить об этом. Мне больно. Я еще раз благодарю вас за все годы общей жизни. Вы были мне настоящей матерью. Простите все недостатки мои и не забывайте, когда я буду жить одна». Голос ее дрогнул, и она снова припала губами к рукам старушки. Та горько плакала. «Как же ты будешь жить одна? Ты ведь привыкла к роскоши и не совсем здорова. О, что до роскоши! Без этого я проживу. Мне до конца моих дней хватит моих небольших сбережений, и я думаю, что смогу их разделить с неимущими. А здоровье я в руках Божьих. За каждый день жизни благодарю его, а час, когда он отзовет меня к себе, для меня самый желанный, только бы быть готовой предстать пред ним. «Но ты, конечно, возьмешь все вещи, к которым привыкла». «Нет, мама. Я возьму только самое необходимое из одежды». В дверь громко постучали. Нелли вздрогнула и побледнела. Вошел муж. Он провел бессонную ночь в мучительной борьбе и думах, но остался при своем решении, хотя это нелегко досталось ему. Он осунулся, брови были сурово сдвинуты, губы сжаты, его красивое лицо было бледным. Сердце Нелли болезненно сжалось от глубокой жалости. Она поняла, что все еще любит его. На миг она поколебалась. «Ведь жизнь будет пустынной без него», – мелькнула в мозгу. «О, Иисус! Прости! Поддержи!» «Доброе утро, Нелли, мама!» – приветствовал он жену и мать, подходя и целуя их руки. «Хорошо, что ты здесь, мама. Ты уже слышала?» «Да, Гуннар. Я слышала. И я потрясена». Он не дал матери договорить и обратился к жене. «Как спала Нелли на новом месте? «Как ты себя чувствуешь?» – как бы посмеиваясь, спросил он, но лицо его не изменило своей мрачности. «И спала хорошо, и чувствую себя хорошо», – спокойно ответила Нелли. «Ну что ж, обдумала ты свое, наше положение, и, может быть, переменила свое решение?» «Гуннар, я быстро уснула, так что не успела ни о чем подумать, но, тем не менее, своего решения я не изменила». «Итак ты идешь на скандал? Разрываешь нашу жизнь? Накладываешь пятно на мой дом и все это во имя Христа?» «Ха-ха-ха!» – со злобой рассмеялся он. «Гуннар, пощади! Какой скандал! Какое пятно! Ты сам не хочешь принять меня! Я люблю тебя, я ни в чем не виновата перед тобой, но вернуться к прежнему, оставить Христа, я не могу и не хочу. Если ты позволишь мне жить в твоем доме и служить Христу и Его делу, я буду рада, я буду верна тебе, как всегда. Буду больше прежнего и лучше прежнего, любящий тебя женой. «И будешь бегать на сектанские собрания и принимать их в своем доме?» «Да», – кратко ответил Анелли. Он с трудом сдерживал себя и только побледнел еще больше. «Тогда, к сожалению, нам не о чем говорить больше», – сквозь зубы процедил он. Воцарилось тяжелое молчание. Нелли казалось, что все слышат биение ее сердца. Мать горько плакала, облокотившись на гору подушек. «Когда ты думаешь уехать?» – снова спросил муж. «Сегодня», – ответила Нелли. «Так скоро?» – она молчала. «Ты можешь взять все, что хочешь». «Я не возьму отсюда ничего. И, пожалуйста, не будем больше говорить обо мне. Все, что касается меня, это только мое личное. За твои заботы и попечения до сего дня я благодарю тебя от всего сердца. Но теперь наши пути расходятся. Обо мне позаботится мой Господь». «Мне хочется все-таки узнать, как ты думаешь жить дальше. Я ведь не чужой тебе?» Нелли горько усмехнулась. «Я еще не знаю. Но если ты действительно интересуешься этим, то можешь узнать у Андрея Николаевича». Он понял, что разговор окончен. Но ему хотелось продлить эти минуты расставания. Он любил жену. Ему хотелось обнять ее, приласкать и сказать «Прости, не уходи, я люблю тебя». Но он огромным усилием воли подавил в себе это желание. «Прощай, Нелли. Пойми, я не мог поступить иначе», – сказал он. И, взяв протянутую ему холодную руку в свои руки, он прижался к ней с поцелуем. Горькая слеза безысходности упала на руку Нелли. Но он быстро справился с минутной слабостью и, резко открыв дверь, выбежал из комнаты. Нелли без чувств упала на ковер. На тревожный звонок вбежала Эмма. «Скорее! Воды! Врача!» Эмма вихрем вылетела из комнаты и тут же вернулась с водой. Барин уехал, а доктора вызвал Герман. Обе женщины суетились около бесчувственной Нелли. Через полчаса приехал врач. Нелли уже пришла в себя. Он выслушал ее и молча сел писать рецепт. «В чем дело? Это опасно?» – спросила мать. «Сердце чрезвычайно слабое. Нужно остерегаться сильных волнений». Нелли в это время уже сидела, приводя себя в порядок. «Это всего-навсего легкая дурнота, доктор», – улыбаясь, сказала она. «Я написал вам рецепт. Будьте пунктуальны. Вы молоды, и все может улучшиться». Врач ушел. Нелли, хотя и чувствовала еще слабость, встала. «А теперь, мама, я буду укладываться, чтобы, вернувшись к обеду, Гуннер не застал меня здесь». Старушка со слезами смотрела на нее. Все три женщины тщательно сложили вещи, которые выбрала Нелли. Не обошлось без некоторых препирательств, так как старушка старалась убедить невестку брать все лучшее, нарядное, дорогое. А она брала, что проще и скромнее. Наконец, все было уложено и отнесено в вестибюль. «Ну, теперь все», – дрогнувшим голосом сказала Нелли, как бы в пространство. Потом подошла к двери, замкнула ее и, возвратившись к дивану, упала на колени. «Ой, Иисус! Больше у меня ничего не осталось на земле. Ты теперь все для меня и здесь, и за порогом жизни. Все дорогое на твоем алтаре. Веди меня куда хочешь за собой, только дай силы, у меня ее нет. Спаси дорогого мужа. Я пожертвовала им. Сохрани его от зла, спаси нашу мать и весь этот дом. Благослови путь, на который я вступила, и дорогую семью Андрея Николаевича. Да прославится имя твое. Аминь». Поднявшись с колен, она подошла к плачущей матери и, упав на ее плечо, безутешно зарыдала. «Прощай, дорогая мама. Простите меня. Я благодарю вас за все. Будете ли навещать меня? О, да, да, дорогое бедное мое дитя. Буду, непременно буду. Позавтракай со мной последний раз», попросила она. «Мне не хочется есть, но я посижу с вами». Постучали в дверь. Вошла Эмма и доложила, что барин просит к телефону мать. «Подожди, Нелли», сказала старушка. Войдя в кабинет сына, она взяла телефонную трубку. «Ты, Гуннар?» спросила она. Последовал ответ, длившийся с четверть часа. Старушка села, растеряно озираясь по углам. «Ты не заедешь даже проститься со мной? Нелли еще здесь, хотя все уже упаковано». Опять она долго выслушивала ответ. «Да, Гуннар, но если бы ты видел Нелли, я не ждала от тебя такой жестокости. И если бы я не видела всего своими глазами, я бы сказала, что это не мой сын». Снова речь по ту сторону провода. «Да, но ты страдаешь по своей вине. Ты разбил чужое сердце. Ты отверг великую любовь. И ты сломал две... Нет, три жизни. И за что чувства твои ложные и мелочные?» Снова ответ. «Бог с тобой. Поезжай, куда гонит тебя твое гордое сердце. Дай Бог, чтобы ты не пожалел обо всем тогда, когда будет уже поздно». «Бог знает, увидимся ли. Ну, прощай». «Хорошо, сейчас распоряжусь. Что передать Нелли? Что любишь ее? О, Гунар, прощай. Бог с тобою». Она повесила трубку и позвонила Герману. Потом тихо возвратилась к Нелли. Та сидела на диване, беспомощно опустив руки. И сердце ее переполняло безмерная тоска, которая боролась с жаждой отвергнуть себя и взять крест свой. Мать села рядом и, обняв ее, привлекла к себе. «Дорогая моя, ты можешь остаться здесь, если хочешь». «Нет, нет, мама, скорее отсюда. Ни дня, ни лишнего часа». Вошел Герман и остановился у порога. «Герман, уложите в чемодан вещи барина. Он сказал, что вы сами знаете, что ему нужно будет. Только немного, он едет за границу. Все доставьте ему в отель». Она назвала лучшую гостиницу столицы. «Сделайте это поскорее, он едет ночным поездом». Герман, поклонившись, вышел. Мать снова повернулась к Нелли. «Гунар домой не вернется. Он звонил мне из отеля, что ночным поездом уезжает на несколько месяцев. Все дела оставляет на твоего дядю, и сейчас он верно беседует с ним. Просил сказать тебе, что очень страдает и любит тебя». Нелли нервно с горечью рассмеялась. «Дорогая мамочка, это нисколько не меняет дело. Я позавтракаю с вами в этом доме последний раз, и потом уйду из него навсегда. «Но ведь тебе некуда идти. Поживи, пока найдут тебе квартиру». «Нет, нет. Я тоже пока поселюсь в гостинице, и надеюсь, что скоро найду квартиру». «Но ведь у тебя ничего нет, и ты ничего не хочешь брать. Куплю, что нужно. Это пока отвлечет меня от острой тоски. А там Господь даст мне сам покой». И она крепко поцеловала мать. Вошла Эмма и пригласила их к завтраку. Обе встали. В последний раз Нелли оглядела свой уголок, в последний раз прошлась по роскошным покоям, где уже год назад поселился дух смерти. Прошла она и в кабинет мужа. Сколько часов провела она здесь. Здесь бегали дети, взбираясь на кресло, тахту. Все ушло в прошлое. Теперь все по-другому. Старушка брела за ней, проливая горькие слезы. Нелли была бы рада потоку слез, но слезы иссякли. Всему бывает конец. Она еще раз обняла мать, расцеловала ее. Старушка рыдала. Нелли, подожди же, когда подадут сани. Нет, мамочка, я пойду пешком. Мне полезно будет немного пройтись. Она стала прощаться с Эммой. Та тоже горько плакала. Пришли Герман и повариха проститься с Нелли, которая была так добра к ним. Прислуга не могла понять, что произошло. Последний раз помог Герман своей барыне одеться. Попрощавшись со швейцаром, Нелли вышла из дома, в котором прожила более 15 лет, где наслаждалась счастьем, какое может дать мир. Прислуга стояла на улице и смотрела вслед удалявшейся фигуре молодой женщины. События последних четырех дней пронеслись с такой быстротой над головой Нелли, что не дали ей времени опомниться. Вокруг кипела жизнь, но она ничего не видела, и только войдя во двор, где жили добровольские, она как будто очнулась. Дети увидели ее и с радостными возгласами выскочили ей навстречу. Супруги встретили ее радостно. Но что-то тревожное было в этой встрече. Андрей Николаевич только что вернулся из банка и рассказал жене о неожиданном отъезде господина Неймана за границу. Они ждали подробностей от Нелли, и ее измученный вид говорил, что подробности будут невеселые. Стараясь говорить короче, Нелли поведала им все. А не понимали ее состояние и потому ни о чем не расспрашивали. И вот я свободна. Закончила Нелли свой печальный рассказ. Там все кончено навсегда. Мне нужно найти квартиру и купить все необходимое. Поможете ли вы мне в этом? Конечно. Нужно ли спрашивать об этом? Не порекомендуете ли вы мне какой-нибудь приличный отель? Вы можете пожить у нас? Нет, мои родные. Я не согласна. Я каждый день буду навещать вас. И есть мы будем вместе. Я внесу свою долю в бюджет. Согласны? Ну хорошо, сказал Андрей Николаевич. Сегодня я разыщу для вас подходящий отель. А завтра с утра мы с Ниной отправимся искать квартиру. Нелли объяснила Андрею Николаевичу, какое жилье ее устроило. Пообедали все вместе. В кругу этой дружной семьи измученная душа ее обрела покой. Она ласкала детей, беседовала с Женей. Андрей Николаевич вернулся к обеду. Жилье было найдено. После обеда Нелли вместе с ним отправилась посмотреть и осталась довольна. Потом Андрей Николаевич съездил к матери Нелли и привез ей необходимые вещи. Мать передала ей сердечный привет и обещала в ближайшее время навестить ее. Расставим мебель и привезенные вещи они отправились домой. Их уже ждали. Ужин был готов. И вся семья дружно разместилась за большим столом. После ужина детей уложили спать и провели чудный молитвенный час. Нелли плача молилась о муже и просила Иисуса снять с нее бремя тяжелого горя. Андрей Николаевич благодарил Господа за премудрость его, которую он ведет своих избранных сквозь мрак и тернии. Нина Сергеевна молилась о том, чтобы Господь дал ей столько любви, чтобы она могла помочь Нелли Адольфовне идти тем тернистым путем, по которому повела ее рука Господня. Просила Господа помочь найти уголок для Нелли. Придав все Господу, она закончила молитву. Распрощавшись, Нелли пошла в отель, и Андрей Николаевич проводил ее. Это была первая ночь, которую она провела одна вдали от дома. Она снова склонила колени и дала волю слезам. Она долго не могла уснуть, но вскоре усталость и взяла свое. Редактор субтитров А.Семкин